Привет! Почему? А, посему убрал Саня Блинова из списка рекомендаций. Господа, там очень смешная история закадровая, то есть она, естественно, держится в секрете, некоторые персонажи действующие знают, там что речь, но это очень забавная, да, закадровая история, которая как бы не гитарная, и как бы вот господин Саня очень сильно сгорел, поэтому, соответственно, я думаю, что он будет творить сейчас разную просто сумасшедшую абсолютно дичь, поэтому вот так. Я как бы нет, мне просто думают, что типа я скажу, что он там играет херово, нет, конечно, то есть как он зарубал рифу Боин, так и зарубает, и все это здорово, просто говорю, что есть одна смешная очень закадровая история, которая как бы, соответственно, ему очень сильно истрепала нервы, и поэтому он дичайше переживает, и вот так вот получилось. Ну, в общем, мы-то оставим все за кадром, я думаю, что все участники этой истории будут дальше ее, дальше хранить молчание, потому что получилось, конечно, очень смешно. Да, Юр, ты действительно прав, это реально было очень смешно, и я действительно очень долго смеялся после того, как увидел, кто ты есть вообще на самом деле, и честно тебе скажу, такого кринжа, как в твоем исполнении, я, в принципе, за всю историю своей жизни даже нигде не видел. Теперь все поступки вообще и ситуации мои, за которые мне хоть немного было стыдно в этой жизни, кажется мне просто каким-то нелепым пустяком, по сравнению с тем пиздецом, который вытворял ты, это просто реально выходит за все рамки, ты превзошел реально всех. Само собой, я не буду нигде публиковать материалы этих событий, пока не буду во всяком случае, просто по причине того, что с этим были связаны еще другие люди, которые не имеют вообще никакого отношения к тому, что я скажу в этом видео. Но если ты вдруг решишь, как обычно в своем стиле, пускать всем пыль в глаза и представлять все это в каком-то искаженном свете, который выгоден тебе, как ты обычно это делаешь, то, в принципе, мне скрывать нечего, я с удовольствием предоставлю эти материалы и покажу твоей аудитории, насколько же велика реально разница между тем фальшивым образом, который ты строишь из себя на своем канале и вообще в целом в медийном пространстве, с тем, кто ты есть на самом деле. Я думаю, вот тогда мы реально просто все вместе посмеемся от души. Ну а теперь хочу уже более серьезно обсудить непосредственно те вещи, которые касаются уже лично меня. Значит, смотри, Юрка, я прочитал и послушал все твои сообщения, в которых ты, даже не будучи знаком со мной лично, ни разу не встречавшись со мной в реальной жизни, за моей спиной поливал меня грязью, говорил про меня все эти гнусные и мерзительные вещи, после чего я реально охуел от осознания того, кто ты есть на самом деле, и с того момента понял, что тебя просто не существует. И самое позорное во всей этой ситуации, то, что ты делал это исключительно за моей спиной, и в то же время лично ты не мог сказать мне даже близко ничего подобного и даже перестал отвечать на мои сообщения. И только потом, когда я увидел уже начало вот этих твоих комбинаций, я сразу же при свидетелях даже напрямую создал беседу, написал тебе и потребовал ответить за свои слова, на что ты просто обосрался и начал нести какую-то нелепую жалкую хуйню. Знаешь, я тебе честно могу сказать, что даже после того, что ты сделал, даже если бы мне вдруг каким-то чудом после этого удалось пересечься с тобой в реальном мире, я бы тебя на самом деле даже пальцем не тронул, просто потому что ты не мужчина. Я скажу больше, блядь, ты даже не женщина, после того, что я увидел в твоем исполнении. Ну, на самом деле, природа такого поведения, твоего и тебе подобных, для меня более-менее понятна, потому что есть определенный опыт уже взаимодействия с такими персонажами. Я даже больше, чем уверен, что ты за всю свою жизнь даже ни разу нормально по лицу не получал, ввиду чего, соответственно, изначально не привык отвечать за свои слова. И такие вот комнатные инкубаторные злодеи-герои, типа тебя, привыкли, что можно в интернетике, в принципе, пиздеть всякую хуйню, вводить людей в заблуждение и особо не нести за это ответственность. Но знаешь, с какими-то ложками из русского гитарного ютуба или тупыми хейтерами, которые сами такими являются, возможно, эти фишки и прокатывают, но со мной такая хуйня не пройдет, я тебе сразу говорю, и придется отвечать за свой базар. Ну и теперь давай разберем с тобой твой последний инцидент, когда ты на своем стриме, в своей вот этой вот типичной бабьей манере, а-ля хихи-ха-ха там и так далее, начал что-то затирать про то, что я там якобы от чего-то там сгорел, что мне якобы потрепало что-то там мои нервы, и я теперь на фоне этого буду нести на тебя какую-то хуйню и все такое. Значит, послушай меня, мальчик, блядь. Мои нервы как стальные канаты, нахуй. И я тебе уверяю, что такой комнатный травоядный малыш, как ты, это точно не тот человек, который способен заставить меня нервничать или что-то типа того. Когда такие, как ты, видят таких, как я, они переходят, блядь, на другую сторону дороги. Как сказал Майк Тайсон, ты даже двух минут не продержишься в моем мире, епта. Поэтому никогда не говори больше таких глупостей. Ну и теперь давайте разберем тему касательно вот этой вот всей шумихи вокруг моих крайних видосов. Я, честно говоря, был просто максимально удивлен реакциям некоторых людей. И более того, я до сих пор продолжаю хуевать, насколько реально некоторые персонажи могут быть глупы, и насколько у них может отсутствовать вообще какое-либо логическое мышление здравое, в принципе. Для тех, кто вдруг не в курсе, я вкратце объясню, что там происходило. Я выложил свой крайний видос на свой канал на тему переменного штриха, в котором я на конкретных примерах, конкретных людей, в конкретных ситуациях показал, как работает эта техника, разобрал все нюансы, все тонкости, кто какими способами там что делает, развеял разные мифы тупорылые касательно этого, чтобы люди не впадали в какое-то заблуждение и так далее. И просто сделал по факту максимально качественный, максимально полезный обучающий контент, лишенный вообще какого-либо негатива и так далее. В ответ на что на меня посыпались комментарии, что я якобы предал Фреда-гитариста каким-то хуем тем, что я просто использовал в том числе и его пример в этом видео. Меня это просто ошеломило, реально, вот где логика? Давайте сейчас разберем детально просто всю эту ситуацию. То есть я взял видос Фреда-гитариста, который он сам же выложил на свой канал в открытый доступ. Более того, это урок, то есть это максимально проверенная просто информация с его стороны, кристально чистая, в которой он должен быть уверен просто на 300%. И на примере этого видео при его детальном разборе просто выяснились определенные факты, которые заключались в том, что Юрка реально не владеет своей же техникой и не способен ей сыграть какие-то элементарные вещи. И было очевидно, что эта техника просто не работает реально. И я всего лишь озвучил этот и без того очевидный факт. И теперь, внимание, где ваша логика, господа? Ответьте мне на один вопрос. Я-то каким хуем могу иметь даже косвенное отношение к тому, что происходило в рамках моего вот этого видео? Я же не виноват, что Юрка не может сыграть своей техникой эту хуйню элементарную? То есть я же его не заставлял это использовать вообще? Я всего лишь взял его видео, которое он сам же выложил, и всего лишь озвучил факт, который там был очевиден. То есть я, в принципе, никак не мог влиять на развитие этих событий. В чем здесь заключается предательство, я вообще не могу понять. Более того, это по факту не предательство, а наоборот. То есть я являюсь не каким-то там, блядь, предателем Юрки, а по факту его максимальным последователем. Потому что мое видео было сделано абсолютно в том же стиле, в котором делает Юрка свою Мейтли и так далее. То есть это было сделано просто в лучших традициях контента самого фред-гитариста, по его образу и подобию. То есть я просто взял и максимально профессионально, по фактам, с технической точки зрения, разобрал все моменты, которые там происходили. Вообще, к чему вы это ебанули про какое-то там предательство и так далее? Я вообще не понимаю. То есть, блядь, вообще просто где логика, ребята? Включайте уже мозг, наконец. Че ж вы такие глупые-то ебаный стыд? И знаете, что самое забавное, господа? То, что предательство по факту все-таки произошло. Ну, точнее сказать, оно просто вскрылось в рамках всего этого. И это предательство было как раз-таки совершено со стороны фреда-гитариста. Но не по отношению ко мне, а по отношению к своим ученикам и к своим подписчикам. И оно заключалось в том, что в процессе моего видео всего лишь выяснился очевидный факт того, что Юрка все эти годы наебывал своих подписчиков и, что самое жуткое, своих учеников, которые платили ему деньги за то, что он обучал их вот этой вот своей технике, которая, как выяснилось, нихуя не работала и не может работать в принципе теоретически даже. И вот это, господа, для меня лично просто является каким-то абсолютным пиздецом. И именно по этой причине я решил выпустить данное видео, а не потому, что у меня были какие-то там лишние мотивы к Юрке и так далее. Именно этот факт меня реально ошеломил просто. Вернее, его осознание просто повергло меня в абсолютный ахуй. То есть фишка в том, что фред-гитарист все это время по факту всем затирал про то, что все вот эти вот великие виртуозы а-ля там Гилберт, Петруччий и вот этот чувак с Ибанезом использовали именно его вот эту вот секретную технику с огибаниями пальца и то, что она якобы является самая топовая, самая правильная. Но по факту выяснилось, что это был абсолютный пиздеж, просто неимоверный. И в итоге, когда я снял видео на эту тему и люди попросили его пояснить по этому поводу. То есть они попросили пояснить его за ситуацию, которая находится непосредственно в зоне его профессиональной ответственности. Он внезапно начал почему-то адски сливаться, требовать какие-то 18 тысяч за просмотр этого видео. Хотя по факту он сам по собственной инициативе смотрел всякие реакции там на обезжиренных преподов, гитарные баттлы и прочую хуйню за гораздо меньшую сумму. А тут вообще мега полезный обучающий контент, не имеющий ничего общего с каким-то хейтом. Его просто попросили пояснить, как профессионала, которым он себя заявляет, по поводу его профессиональных, опять же, заявлений. И человек вместо того, чтобы объяснить своим подписчикам всю эту ситуацию и ответить на логичные вопросы, внезапно включил дурачка и начал включать какую-то хитрожопую хуйню и сливаться из этой ситуации. То есть человек вообще не способен нести какую-либо ответственность и отвечать за свои слова, что является просто проявлением максимальной трусости и просто жалкой какой-то позиции, блядь. И самое забавное здесь то, что вся вот эта вот лицемерная хуйня, которая по факту является теми самыми двойными стандартами, про которые постоянно говорит Юрка, она получается, согласно его философии, работать должна только в одну сторону. То есть как только Юрка сам абсолютно объективно разбирает какие-то технические нюансы в исполнении других гитаристов, указывает на их ошибки и так далее, то есть какую-то профессиональную критику делает в их сторону, это воспринимается как торжество какой-то абсолютной истины с его стороны, торжество правды и верх просто какого-то профессионализма. Но как только с использованием абсолютно такого же подхода это было применено в его сторону, то есть после того, как я взял его видео, и абсолютно так же объективно, профессионально, без каких-либо переходов на личности, более того, даже без использования вот этих вот стандартных красочных эпитетов в стиле Юрки, а-ля там всякие пожухлые хлеба, прогнившие жабьи по носу и так далее, когда я просто максимально научно, максимально холоднокровно и объективно разобрал технику самого Юрки, в ходе чего выяснились факты того, что там есть определенные ошибки, внезапно вдруг это стало позиционироваться Юркой как какой-то вселенский заговор и какое-то предательство. То есть что это за лицемерная хуйня? Что это за двойные, блядь, стандарты реально? Я не понимаю. И на самом деле в ходе наблюдения за всем вот этим вот беспредельным абсолютно пиздецом у меня действительно сформировалась определенная претензия к Фреду-гитаристу, которую я могу прямо вот в виде открытого обращения к нему озвучить. Значит, смотрите, фихо какая получается. Выходит, что Фред-гитарист все это время наебывал свою аудиторию и, что самое страшное, своих учеников, которые платили ему деньги за то, чтобы он обучал их этой хуйне, которая в действительности, как выяснилось, нихуя не работает. И, исходя из этого, я хочу обратиться к Юрке и сказать ему, чтобы он хотя бы раз в жизни, хотя бы на час заставил себя стать чем-то похожим на мужчину и открыто посмотрел мое видео, о чем его просят и его ученики, и его подписчики, и прокомментировал факт того, почему он все эти годы их наебывал. И что самое страшное, в случае с учениками, наебывал не просто так, а наебывал на деньги. И поясни, пожалуйста, Юра, почему ученики, которые платили тебе бабки за твои уроки и разгоняли вот эти ебаные вертушки, которые вообще обречены, блядь, на тотальный крах изначально уже, почему они должны выслушивать какую-то хуйню в духе заплатите мне, блядь, 18 тысяч, чтобы я посмотрел это видео. Они тебе уже заплатили гораздо больше ебать. Теперь давай отвечай за свои слова и поясни им нахуй, какого хуя ты их наебывал ебать все это время. И на самом деле, господа, я вам честно скажу, что фактор вот этой вот ситуации самой, которую я вам только что описал, это, в принципе, и есть тот самый единственный, пожалуй, аспект, который реально вот во мне по-настоящему вызвал прям возмущение, вот чисто по-человечески. Даже похуй на то, что там Юрка за моей спиной про меня пиздел всякую хуйню, вообще поебать абсолютно, просто насрать. То есть этого человека с этого момента просто для меня не существует. Но конкретно осознание факта вот этой вселенской, блядь, несправедливости, которая заключалась в том, что люди реально доверяли этому человеку, блядь, слушали его, платили ему деньги и взамен получали просто лютую хуйню, реально, которая изначально была обречена на провал. Вот это меня просто искренне реально, блядь, возмущает. Поэтому, господа, включайте, пожалуйста, мозг и всегда очень тщательно проверять эту информацию, которую вам вливают в уши. Потому что, как видите, к сожалению, на практике иногда, и даже не иногда, а зачастую, это может обернуться для вас просто колоссальными потерями временных, энергетических и финансовых ресурсов. Я думаю, вы понимаете, что это не топовая ситуация, и нужно, в принципе, повнимательнее относиться к тому, во что вы вкладываете свои ресурсы. И даже если разобрать, опять же, вот эту ситуацию на примере схем Юрки, даже вот в частности всей этой темой с переменным штрихом и так далее, когда он в своем же видосе, где затирал про вот эту свою технику с огибаниями, вставлял примеры своих учеников, которые реально быстро и четко пилили переменным штрихом, даже в этой ситуации, если бы вы проявили хоть небольшую внимательность, вы бы заметили, что примеры этих учеников, на их примерах было четко видно, что они там не использовали ничего подобного в своем штрихе с тем, о чем говорил Фред Гитарист касательно своей техники. То есть, по факту, чуваки, возможно, брали у Фреда несколько уроков, ну или, может, более продолжительное время учились у него, касательно каких-то других базовых аспектов, возможно, они и развились, но, допустим, штрих они просто самостоятельно как-то качнули себе, нашли реально работающий способ и потом, скорее всего, Фред просто написал им в духе, вот можешь пильнуть какого-нибудь адского штриха, ты же мой ученик, я тебя вставлю в свой видос и так далее. И, естественно, это все представляется как результат непосредственно его преподавательской деятельности, хотя по факту он может к этому не иметь абсолютно никакого отношения, что, в принципе, было на самом деле и со мной, то есть, он мне также написал, можешь зарубить какой-то убойный риф с гвоздями, чтобы я вставил это в свой видос, хотя по факту моя-то техника непосредственно вот рубки рифа в той же, она ведь по факту не имеет даже ничего общего с техникой Юрки. Я это даже наглядно показывал в предыдущих видосах, то есть, опять же, более внимательные люди могли просто заметить, что и постановка руки, и углы, и движения, вообще все абсолютно другое, и, соответственно, результат тоже отличается. Но, тем не менее, вот такие вот комбинации существуют, то есть, я-то по факту в Юркиной заочке прошел всего пять уроков, это как раз были вот эти вот бедные вертушки с этими огибаниями, которые там еле-еле даже в медленном темпе реально сдал, потому что уже тогда почувствовал, что что-то как-то не особо эта штука работает. Также там пару каких-то примитивных легатных элементов и пара других вертушек, там пару нулей, ритмических рисунков и простейший рифачок. То есть, по факту я даже не дошел до всех этих вот адских даунстроков, стружек и так далее. Техника всех этих элементов у меня сформировалась как бы сама, по сути, автоматически в процессе моей деятельности. Безусловно, я не отрицаю того факта, что на начальном этапе формирования именно технического, то есть, когда я вообще не понимал, как работает гитара, мне очень сильно помогли многие моменты из Юркиного контента, более базовые, скажем так, которые ускорили мой прогресс в принципе в технике игры. Но что касается непосредственно моих вот этих вот сильных сторон, а-ля именно там какая-то трешевая стружка, рубка, даунстроки и так далее. По факту моя техника в каком-то смысле даже уникальна в этом плане, потому что я открыл некоторые новые аспекты, про которые никто до этого даже и не говорил в принципе. И как бы реально моя техника просто кардинально отличается от техники Юрки. Это можно даже просто визуально заметить. Но опять же, так как Юрка создал вокруг всего этого ореол вот такого дружелюбия, я естественно, у меня даже в мыслях не было как-то, не знаю, ну неудобно как-то отказывать в плане, допустим, вот он мне сказал, запиши допустим видос. Ну как, я же типа его ученик, как бы по факту, ну да ученик, ну чё, блядь, трудно записать что ли видео и так далее. И так же, я думаю, было и со всеми его остальными учениками, которые там пилили адский штрих и так далее. Которые они по факту развили без помощи Юрки. Чем, собственно говоря, как выяснилось, он активно и пользовался в качестве своих каких-то рекламных целей и продвижения своих услуг, которые, как оказалось, были не совсем качественными. Вот, короче, как-то так. Ладно, не будем затягивать. В общем, я думаю, комментарии здесь излишние. Включайте голову, господа, и не пишите больше всякую хуйню у меня в комментариях под моим видео. Просто развивайтесь и старайтесь именно чуть глубже смотреть на все эти вещи. До встречи в следующих сериях.